Она родилась в 42-м под Смоленском. Годы были тяжелые. Вспоминать детство Мария Козлова не любит. Поэтому, когда подруга предложила уехать в Сибирь, сразу согласилась. Те годы были после войны, послевоенные годы. А тем более ехали со Смоленской. Представьте, полный эшелон. 450 человек нас ехало сюда. Не только они остались, кругом, по всей вот этой. И как не манило, куда деваться детям? Куда вот деваться было? Вот закончим школу. И куда? У нас не было вообще. Ни работы не было. Ничего не было. Ну, наверное, романтика. Я же говорю, пришла ко мне и говорит, да ты что? Мы будем в палатках жить. Это ж такая романтика, такая красота. А мы знаете, сколько нахлебались этой романтики? Не дай Господь. Мария и Козловы вместе с подругой попали в Завьялово. Жили в небольшом домике, где были пара кроватей, подушки, одеяло и печка. Условия не самые лучшие, но зато хорошо кормили. В подборщике сидели. Ну, как штурвальный был. Хороший был у нас очень комбайнер. Тема были молоденькие. Он все время говорит, девочки, я вас сильно прошу, только не усните. А работали же тогда до четырех. Если хорошая погода, нам объявляют уже, ужин привезут и объявляют. Сегодня работаем, пока не придет роса. А бывает, и росы не было. И вот спишь, вот так дремлешь, на подборщике сидишь. Это же вот, где мотовила работает. И вот он все время говорил, девочки, только не усните. И по транспортеру тащит туда. Параллельно Мария Козлова выучилась на механизаторе и после уже работала трактористом-машинистом. Я была очень рада. И по сегодняшний день горжусь. Когда мы сдавали госэкзамены, госэкзамены сдавали в Тулето. Тулинский совхоз был. Это сейчас Бостровский. Тогда Тулинский был. Мы сдавали. И мне был билет пройти первую борозду. А это знаете, что такое первая борозда? Это вот сидишь в тракторе с полугами. Вот ДТшка-трактор. И сто метров там палочка. И ты от палочки уходишь. И тебе надо на палочку просто ровно пройти. Я ведь прошла. Я все время горжусь. Я прошла, на пятерку сдала. Три сезона проводила в полях, а зимой в гараже занималась ремонтом наравне с мужчинами. Было тяжело, но интересно. Часто Мария Козлова вспоминает слова управляющего. Взять бы, говорит, ремень. Да вас, говорит, ремнем отхлестать, говорит. И сидели бы вы дома. Ну, что, мы ничего не сказали. Потом он говорит, жалко мне вас. Не надоело, говорит, с мужиками гайки крутить? Мы говорим, нет. Нам нравилось. Нам нравилось. Ну, хорошо вообще. Там, знаете, как. Ну, в то время, мне кажется, сейчас молодежь к этому не приспособлена. Мы были приспособлены, наверное. Может, что я в такой стране, как сказать, в Смоленщином. Там же война прошла. В редкие минуты отдыха на целине Мария Козлова научилась вязать и вышивать. Это даже стало дополнительным доходом в свое время. И посидеть пишут стихи. А еще ездили и на танцы в соседнее село. Молодость есть молодость. Были еще у нас там барак был. Были студенты вот с Новосибирска. И это самое, и что, хочу сказать. Ну, как бы ни было плохо, все равно молодость, правда? И вот уже нам, они сделали рубль на улице. Кто желает в Завьялово, мы на стане же жили. Кто желает в Завьялово там танцы или что-то, ну, как же мы не желаем. Набьется целая машина, он пересчитает сколько. И что, к каким-то часам, чтобы все собрались. Вот так мы и ездили. Два года на тракторе, потом ушла в доярки в Завьялово. Затем в Устровку. Оттуда потянула домой, на родину. В Смоленском Демидове освоила специальность штукатуры маляра. Преподавала в строительном училище, работала на стройке. Обратно в Сибирь вернулась по настоянию врачей. Смена климата нужна была сыну. И не пожалела, что вернулась. На жизнь не жалуется. Как бы ни было трудно, она прожила ее, как хотела. Продолжение следует...